Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». На нашем сайте слово.tv.ru мы получаем от вас много интересных вопросов. Сегодня ответить на некоторые из них постарается руководитель телепроекта «Слово», преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии, протеерей Александр Глебов. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, Катя. Вот Сергей Викторович Жаров прислал на наш сайт сообщение. «Я уже человек немолодой, но не могу найти ответ на следующий вопрос. Меня интересует несправедливость в человеческих судьбах. Вот рождается ребенок в семье пьяниц, недокормленный, необразованный, и мучается потом всю жизнь. А другой родится в семье порядочной, обеспеченной и живет, как сыр в масле. Буддисты это объясняют тем, что в предыдущей жизни человек страдал, а теперь получает плоды воздаяния. И в этом вроде какая-то логика есть. А как это объясняют христиане? Судьба крепостного крестьянина ведь порой была несопоставима с барской. Почему одни всю жизнь терпят и мучаются, а другие живут припеваючи? Вот такой сложный философский вопрос. Интересно, как вы на него ответите. Спасибо Сергею Викторовичу за добрые слова в адрес нашей передачи. Вопрос, который он задает, действительно достаточно серьезный. Единственное, с чем я не могу категорически согласиться, так это с тем утверждением, что вот если ребенок родился в семье бедной или в семье неблагополучной, то он от этого потом всю жизнь мучается. А если он родился в богатой семье, то живет как сыр в масле. Родители не проживают жизнь за своих детей. Родители должны дать ребенку воспитание, образование, помочь ему встать на ноги, но остальное уже зависит с самого человека. И история свидетельствует, что здесь не все столь так однозначно, как вот говорит наш телезритель. Ведь бывало так, что рождался человек в трущобах, в крайней бедности, а умирал в дворце, в богатстве и славе. А бывало и наоборот. Рождался человек в дворце, а умирал под забором, в полной нищете и забвении. Вот даже из круга знакомых нам людей, наверное, каждый может привести примеры того, как дети из малообеспеченных семей или из семей неблагополучных, как они своим трудом, своим старанием, своим умом выбиваются в люди, достигают в этой жизни подчас очень многого. А отпрыски богатых и знатных фамилий часто просто прожигают свою жизнь, паразитируют на финансовых возможностях своих родителей и очень быстро оказываются на дне этой жизни. Поэтому насколько жизнь удалась или не удалась, надо судить не по тому, как и где она начиналась, а как она заканчивается. Ну а теперь, собственно, то, что касается вопроса. Вот этот вопрос, он очень созвучен тому вопросу, который еще в IV веке преподобный Антоний Великий задал Богу. Как этот вопрос был сформулирован, какой был получен ответ, я сейчас засчитаю. Рассказывают, что Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною домостроительства Божия и судов Божиих, помолился и сказал, «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало, отчего одни бедны, другие богаты, отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою». Долго был он занят этими размышлениями, и пришел к нему глаз, «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно». Вот чем существенно отличается вопрос Антония Великого от вопроса нашего телезрителя – это тем, что он был задан единственно верному адресату. Он был задан Богу. Потому что кому и где рождаться, кому, когда умирать, быть здоровым и больным – все это решает Господь. Жизнь человека в руках Божиих. Вот поэтому и другого ответа и на вопрос нашего телезрителя быть не может, кроме того, который дал Господь на вопрос Антония Великого. Ну, понятно, что Бог знает ответы на все вопросы. И если те вопросы, которые приходят на сайт нашей передачи, мы будем переадресовывать Богу, то у людей просто возникнет другой вопрос. Вопрос компетенции тех священников и богословов, к которым они обращаются для разрешения своих проблем. Вы с этим согласны? Я с этим не согласен. Мы говорим не о любом вопросе, о совершенно конкретном вопросе, ответить на который может только Господь, потому что этот вопрос обращен к Богу. Но в этой связи вот о чем следует сказать. Никого не должен смущать тот факт, что в наших попытках как-то осмыслить жизнь, свою жизнь или жизнь других людей через призму христианского вероучения мы иногда заходим в тупик. И ни священник, ни богослов не может разрешить вот этой проблемой, не может дать нам какого-то понятного и адекватного ответа. И дело не в том, что наши богословы не профессиональные или некомпетентные в тех вопросах, в которых они должны разбираться по роду своей деятельностью, а в том, что богословие основано не на человеческой мудрости, а на божественном откровении. Вот в отличие от всех остальных наук, богословие занимается не исследованием тварного мира, а оно говорит о творце этого мира, о Боге. И говорит оно о Боге ровно столько, насколько Господь открыл себя этому миру. И вот даже те основополагающие истины, на которых, собственно, изиждет создание христианского вероучения, они ведь до конца неосмысленны. Но вот я приведу несколько примеров. Скажем, догмат о Святой Троице. Согласно этому догмату, мы исповедуем веру в единого Бога, который троичен в лицах. Не три Бога, один Бог, но вместе с тем три божественные личности. Отец, Сын и Святой Дух. Вот что это такое, и как это выглядеть, понять невозможно. Вот подобного явления в нашем мире не существует. Мы понимаем, что такое один. Мы понимаем, что такое три. Но что такое троица, понять, даже как-то представить себе это невозможно. Это для нас является непостижимой тайной. Но о чем говорит эта тайна? Она говорит о том, что не люди придумали себе Бога, а Бог себя открыл людям. Потому что если бы люди стали придумывать себе Бога, то они придумали его по своему образу и подобию. С какой-то понятной моделью поведения, с нашими представлениями о добродетели, о справедливости, о том, кого надо награждать, кого надо наказывать и так далее, и тому подобное. Но весь этот вопрос в том, что не мы придумали себе Бога, которого мы никак не можем понять, а Бог себя открыл нам. И открыл Он себя, как троица. И мы можем воспринять это откровение только частично. Вот понимаете, невозможно безграничного Бога поместить в ограниченные рамки человеческого разума. Вот как невозможно в стакан воды поместить мировой океан. Вот как ни старайся, все равно это не получится. Или, например, еще один догмат о искуплении рода человеческого через крестную жертву Господа Иисуса Христа. Вот здесь вообще ведь нет никакой логики. Но смотрите, что получается. Бог осудил род человеческий, когда человек нарушил заповедь Божию. И Бог простил род человеческий после того, как люди мучили и убили Сына Божия. То есть вот за такой ничтожный проступок осуждение и смерть. А за чудовищное преступление, оправдание и дар вечной жизни. И более того, ведь даже сама идея о том, что Бог был убит от людей, то есть убит от своего творения, она как-то не укладывается в рамки человеческого сознания. Ну действительно, зачем же тогда обращаться к нему, просить о помощи, когда он себя-то защитить не мог в той ситуации. И вот эту проповедь, проповедь о распятом Боге, апостол Павел называл безумием. Для мира это безумие, это ненормальность. Вот иногда противники христианства говорили, что апостолы сами все это придумали. И божественность Христа, и в дальнейшем его воскресение. Ну и как-то вот обманули всех остальных. Но простите, ведь для того, чтобы кого-то в чем-то обмануть, надо быть очень убедительным. В данном случае надо было показать привлекательность религиозного выбора. Ну какая могла быть привлекательность, когда апостолы, передавая слова Христа, говорили, что для того, чтобы следовать Христу, для того, чтобы обрести вечное спасение, надо забыть про себя и взять свой крест. Но вот ведь сейчас мы с вами говорим о кресте, вот это как метафора, да, мы говорим о кресте как о каких-то испытаниях, о каких-то скорбях, о болезнях. Ну а тогда-то это же было совершенно конкретное, чудовищное по своей жестокости орудие казни. И говорить, что для того, чтобы стать христианином, последовать за Христом, тебе надо взять крест, это тебе нужно было взять на плечи вот эту горизонтальную перекладину, к которой потом прибьют твои руки, и идти на свою голгофу, где тебя и распнут. Вот что было в такой проповеди привлекательного? И ведь мир-то стал христианский не потому, что апостолы были очень убедительны, очень логичны или очень красноречивы, а потому что Господь касался сердеч человеческих, и они следовали за Ним. «Безумием проповеди благоволил спасти Бог верующих», пишет апостол Павел. Это я говорю к тому, что далеко не на все богословские вопросы можно давать какой-то рациональный, логичный, всем понятный ответ. Вот и в вопросе нашего телезрителя есть то, на что невозможно ответить, это почему Господь благословил одному родиться в такой семье, а другой – это уж промысел Божий. А есть то, о чем мы можем поговорить, это как к этому относиться христианину. Действительно, наш телезритель совершенно прав, что участь крепостного христианина, она несопоставима с барской участью. Ну, это, собственно, как должен на это смотреть христианин? Но если у христианина его христианский выбор осознанный, то он на это будет смотреть безразлично. Если христианин понимает, что в купеле крещения он умер для этого мира и родился в новую жизнь уже за гранью этого мира, то, соответственно, и цель своего бытия он связывает не с этим миром, а с жизнью будущего века. А в той жизни совершенно неважно, кем ты здесь был. Царем или рабом. Как мы поем в церковной молитве, «Царь и воин, богатые и боги в равном достоинстве. Каждый только от своих дел либо прославится, либо постыдится». Важно не кем ты был, важно, что ты делал. Значение имеет только одно, следует ли человек заповедям Божьим или не следует. Поэтому для христианина, если он родился холопом, то, что он холоп, это не проблема. Проблема возникает тогда, когда он отходит от заповеди Божьей и лишает себя дары вечной жизни. Вот апостол Павел в своем послании к Коринфянам, он коснулся этой темы. Ведь апостол Павел жил в мире, который был разделен на рабов и на свободных. И первые христианские общины, они также состояли как из свободных людей, так и из рабов. И он не призывал к социальной революции за всеобщее равенство, а он призывал каждому спасаться в том звании, в каком он призван. Вот чего я желаю всем нашим телезрителям вне зависимости от их социального статуса. Спасибо, отец Александр, за исчерпывающий и аргументированный ответ. Спасибо вам. До свидания. Сегодня не осталось времени, чтобы разбирать другие вопросы, но мы обязательно к ним вернемся в одной из наших следующих передач. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.